Согласно плану нации «100 шагов» большое внимание уделено судебной системе, формированию судебной системы, которая закреплена в 22 шаге. Данное формирование, закрепленное в этом плане нации, осуществлено тем, что вызвано необходимостью защиты прав и законных интересов лиц, вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства. Для этого создан данный институт следственного судьи, который у нас действует в республике, внедрён с 1 января 2015 года. С этого года, 10 января этого года, у нас созданы следственные суды. Данные следственные суды по республике созданы в 14 областных центрах. Следственный судья – это судья первой инстанции, которая осуществляет надзор, контроль за соблюдением прав, свобод и законных интересов граждан. Таким образом, осуществляет судебный контроль за соблюдением прав и свобод в ходе досудебного производства по всем уголовным делам. В целях защиты прав и законных интересов граждан, вовлечённых в орбиту уголовного судопроизводства, в следственном суде переданы все полномочия санкционирования всех оправационных действий в ходе досудебного производства. Данные ранние действия согласовывались с прокурором. В статье 56 уголовного оправационного кодекса предусматриваются общие условия осуществления полномочия следственного судья. Следственный судья сам самостоятельно может рассмотреть поступившие материалы без вызова участников процесса, а также без самих лиц, которые обращаются в порядке в суд за защиту своих нарушенных прав. Если лица считают, что в ходе досудебного производства их права каким-либо образом были ущем длинны, они имеют право обратиться в суд в порядке ст. 106 об обжаловании действий данных должностных лиц, решений прокурора, должностных лиц, органов уголовного преследования, действий, бездействий также их и решений прокурора. Всего за прошлый год рассмотрено 42 материала о санкционировании меры по содержанию подсража, которые избираются в ходе досудебного производства в отношении категории лиц, в котором совершены тяжкие, особо тяжкие преступления. Очень мало поступают в ходе досудебного содержания о применении меры пресечения в виде содержания подсража в отношении лиц, совершивших преступления средней категории, которым в основном уголовного производства и законодательства предусмотрены основания, при которых возможно применение данной меры пресечения, и по которым в основном следственными судьями, изучив тщательно материалы, при отсутствии оснований, отказ от удовлетворения данных адатайств. Сколько имеется следственных судей в Северногорском городском суде и каков порядок его назначения? Как уже ранее я говорила, в 14 областных центрах у нас созданы следственные суды. Поскольку мы не относимся к областному центру, у нас в городе имеется 11-й Пентагурский городской суд, где осуществляет полномочия один следственный судья. Но порядок его назначения, он назначается председателем данного суда, ну с учетом, наверное, стажа и категории дел, которые он рассматривает, и, соответственно, по необходимости он может произвести замену, от чего выносится соответствующее распоряжение. Это при необходимости, это можно вскрыть. Бывают случаи, когда следственный судья на больничном, в отпуске, в трудовом, межугодном, который предусмотрен, или на учебе, поскольку мы тоже повышаем свою квалификацию и учимся. Можно ли заявить отвод следственного судья? Ну, право заявить отвод – это право каждого гражданина лица, который имеет право заявить отвод. Также в статье 87 уголовного процессуального кодекса закреплено право заявить отвод судей. Если данная судья ранее в качестве участвовала при рассмотрении дела или принимала участие по рассматриваемому уголовному делу, принимала участие в качестве следственного судья, санкционировала какие-либо меры пресечения, либо рассматривала жалобы в порядке ст. 106 этого права на недействие, либо санкционировала следственные действия, как выемка, обыск и все остальные действия, которые относятся к полномочиям следственного судья, закрепленные статьей 55 уголовного процессуального кодекса. За прошлый год рассмотрены 42 материала. Из них отказом удовлетворения по четырем ходатайствам направлено. Это в основном три из них материала, относятся к категории средней тяжести, по которым следственным судем принято решение о необоснованности направления ходатайства, о санкционировании меры пресечения и содержания под стражей. Данные постановления все были обжалены в вышестоящий суд и оставлены без изменения. Обжаловались ли действия бездействия органов уголовного преследования и решения об обжаловании? Были такие жалобы, поступали. Данная норма рекоментирована, как я говорила уже, статья 106 ГУП. Поступило 15 материалов жалоб, то есть об обжаловании действий. Из них 6 возвращено, по 8 рассмотрено и 5 жалоб удовлетворено, 3 отказные. Ишимость из 6 материалов, которые в следственном суде вынесли на решение, либо отказ в удовлетворении жалобы, либо удовлетворенные жалобы, тоже также являлись предметом апелляционного рассмотрения, которые с вышестоящим судом оставлены в селе. Проведение судебных заседаний, при рассмотрении соответствующих вопросов, в следственном суде должно иметь место лишь в тех случаях, когда это прямо предусмотрено законом, либо когда имеет место выяснение необходимых обстоятельств для принятия законного решения. Поэтому лица, обращающие в суд с жалобами в порядке статьи 106, должны в своей жалобе указывать обстоятельства, также прикреплять, прикладывать к жалобе свои документы, обосновывающие свои доводы, указанные жалобы и подтверждающие доказательства. Чтобы следственная судья с целью экономии рабочего своего времени, также того лица, кто обжалует, в полном мог все исследовать без вызова и без отрыва данного лица от производства и от работы. На основании поступивший материал, чтобы получить быстрейшее разрешение данной жалобы. Продолжение следует...